здравствуйте ассаламу алейкум джентльмены и аксакалы джигиты митубу вчера забрал что-то захрустело похоже на шрус вроде все нормально разобрал ни следов преступления не увидел крестовину начал менять сегодня поехал вектор что-то ролик засвистел такая херня приключилась ремень поплавила чтоб снять офигеешь подшипник здесь развалился он ведь его крутила как его крутила что я не летом менял гур все было нормально чтобы снять надо лапа вот эту снимать отсюда домкратить надо под поддон это конечно не тут намудрили просто пипец трактор пришлось вот так вот сложить я не знаю есть у меня такой натяжитель покупать не шибко охота посмотреть может у меня есть такой короче беда все тачки поломались дизельная покраска это нвд умер здесь ролик умер митсуба захрустела ну вот колодки там передние надо менять что-то суппорт потек тебя я где-то год назад или два поршня менял ставил туда ремкомплект итальянский испанский этот сеянца еще он потек может быть конечно колодки сильно сточились и поршня подвыскочили знаю вчера случайно залез под машину смотрю там подтеки на суппортах попробовал тормозуха ну и хруст какой-то был вчера с правой стороны шрус отлично чего там хрустит но крестовин уже менять давно надо было наконец-то вчера скинул карданы и крестовину решил поменять короче все поломалась 1 лтшка осталось сейчас поеду такси вызову яндекс поеду во двор возьму лтшку поеду на лтшки надо искать где-то у меня все это барахло было может найду от натяжитель нет завтра придется покупать новый он тоже нихера рубля полтора на настое вот это вот давно беда какая-то беда ролик шарик я думаю что такое дымит бле но я завел она свистела немножко ну ну ладно пуская теплую гаражу подъехал дым из-под капота думаю ёб твою за ногу что такое купил плазморез в такой 10 миллиметров конечно жесткий это конечно ни о чем не режет 10 я так думаю протестировали 13 рублей отдал за него вот мы здесь потестировали вот такую вот сталюку но это где-то примерно 6 наверно и вот так вот трубы порезали принципе речь так узнал по телескопу этот телескоп анатолик мне сказал планете gcb где-то 260 рублей будет стоить на заказ вот значит а он стоит в этом в турции 1300 долларов вот цена шток цилиндров стоит 140 баксов цилиндр сборе 460 в примерный вес от этого телескопа 260 280 килограмм из представляете два с половиной доллара за килограмм 200 килограмм это уже 500 бакинских грубо говоря 700 бак баксов будет стоить доставка его 700 и 1300 это у нас двушка две зелени две зелени это 150 рублей ну вот 150 и 260 вот как то как то вот так вот со штоком пока не знаю что буду делать только мне пока не ответил сколько у него шток стоит ну вот ну в турции вот столько стоит 140 баксов он цилиндр 460 каш не думал что цилиндр такой дорогой сейчас только позвоню узнаю шток у него этот есть сколько стоит ну а здесь вектор стоит готовлю покраски да еще не пылесос конечно сдохнулись от пыли пылесос машинка очень тяжелый лак тут блин я колебался его пилить наждачика убил херовую тучу надо лабаш вырезать потому что я его вклеивал думал что потом легко и достану эту молдинг херка его достанешь он железный внутри короче вот столько жуков было эти это все были жуки на капоте все в жуках было все целое но она просто все в руках стойки снял двери под замену как я говорил крышка багажника тоже для идеального на меня красный есть принципе идеальная тачка быть бампера целые совершенно без дефектов тут вот такой кариес я обнаружил жир он ведь пистоны вставляются и вокруг пистонов отгнила и блин пошло вот так вот я вырезал такое плачевым состоянием было хочу заварить латку и больше ничего вот только вот эти места где пистоны стояли а так все вот ну идеально вообще все все идеально все идеально вообще все вот здесь вот тоже такая дырка тут все нормально это окно специально технологическая под закладную так вообще все вот просто супер состояние конечно суперская там где были пистоны стояли протерла и хана все усилить все ну все в идеале вообще козырек остался от 65 115 камаза на крышу той лет надо его продать нахуй бампер еще если 515 пластиковые с фарами фары может оставлю на сканью поставлю ну вот такие дела короче все поломанное все поломано тут громко чуть-чуть вот есть ржавчинка так вообще все идеально вообще идеально жуки конечно столько жуков просто пипец так вот тут одна вмятина есть вот тут вот маленькая я ее сам не смогу сделать потому что ну надо споттером подтянуть чтобы минимально шпакли было чтобы усадки не было понимаете капот ну такая вещь шпаклевая фигово нагревается остывает и надо споттером подтянуть я сниму капот отвезу соседу коллеги олегу он не споттером подтянет это место конкретное одно отшли сделает все хорошо то есть поклянет все выведет вот и скажу за грунту весь полностью загрунтует полностью есть капот и я уже готовый заберу а старейшая тут самому бороться на 2 такие жучары жесткие так все нормально ни одной вмятины ничего нету и крылья тоже в идеале вот только вот внутренняя часть арочки тут видите какие-то лапки финны уже клепали вон финикоз и тут мудрили по низу она конечно есть ржавчина вот она ведь такая вот вот отваливается это сверху мастика понизу у нее есть тут вот такие вот рыжики пыжики надо будет все зачистить это все иначе пару лет все сгниет придется делать потому что ну куда деваться находит ездить на чем-то надо фартук задний тоже ведь такие коррозия тут не сквозная но ездить надо поиграться с ней еще хоть года два я думаю она поездит еще точно ну а там за два года посмотрим может что-то даже купить не знаю что даже если бы вот было бы желание купить чё быть купить все все тачки одноразовые купишь какую-то машину два-три года нас гнила новые они делают как на пять лет все потом и в утиль для чего это за херня такая что мне каждый пять лет менять машину ну ровно ровно три года ходит она все потом с нее жуки просто лезут то есть у них рассчитана ровно три года служба служба машины всего потом ее считаю все либо шамань продавать за остатки ли иди опять у них покупай береги в кредит тренд-ин ну это просто пипец что за тачки делают хуй его знает блюдки но это бред раньше 124 мерседес помню купишь 500 тысяч пробег филляндии брал 500 580 он еще ездит сотку практически на нем наезжал ничего с ним не слал не случалось по двигателю вообще ничего подвеску конечно сразу новую ставил когда разбирал конструктор завозил собирал все новое втыкал саленблоки все но пятьсот тысяч она пробежала по филляндии они ничего с ней не делают вот это качество машин было сейчас блять одноразовые что кия вот эти вот что рено они все одноразовые просто одноразовые машины а денег стоит блять как будто мы зарабатываем блять по по десятке блять в день нахуй по 10 тысяч день зарабатывать каждый день можно себе позволить тачку так сейчас цены уже улетели за миллион хундай солярис стоил сколько а сейчас сколько стоит все кто раньше ездил на таких вектрах да на пассатах они покупали хундай солярис сейчас солярис больше ляма наверно стоит но какой уже смысл-то его покупать я вообще не понимаю куда все это катится к чему здесь сделал вот такой вот карниз здесь вот вот этот вот одеваться будет на 2-тавр второй и из баннеров здесь такая будет камера сделан там вытяжка вот улитка здесь буду грунтовать 3 на 2 будет такая комната здесь из баннера сделана то есть она разборная будет этот висит, а отсюда будет сниматься. Если микрач загонять, она мешает, разбираешь, и все. Вытяжка туда и на улицу. Загрунтовался. Все, чтобы пыли не было, чтобы не обосрать все здесь этим грунтом. То есть специально сделал размер на две двери. Две двери плюс два вертолета ставишь, ну, вертолетные, которые грунтовать детали, и грунтуешь спокойно. И вытяжка вытягивает на улицу, и все. Я думаю, что все будет окей. Давно я хотел такой бокс, чтобы у меня была чисто подготовка покраски, покраска, а не вот эта вся беготня, суета. Конечно, шпаклевать это вонище, пылище, хоть под пылик работаешь, но все равно запах идет. Очень опасная работа, влияет на все, на печень, на легкие. Как я раньше готовил машины к покраске. Это даже просто пипец. Но это несерьезно. Это просто несерьезно. Это убийство организма. Блин, мне кажется, даже тряска в тракторе, она меньше влияет на организм, портит, чем вот эта шпакля. Сейчас тем более эти все шпакли, грунты, они очень ядовитые какие-то стали. Раньше-то они такие были едкие, ядреные. Сейчас все по-другому. Конечно, современные, которые для Европы, для США сделаны, они другие. Но для нас-то везут самое низшее говно, низкого качества, экологические тоже. Да и мы не потянем на нормальные как бы материалы. Потому что, блин, ну просто нету денег. Просто нету денег. Так что вот как-то вот так дела обстоят. Все тачки в ремонте. Трактор разобран. Все в ремонте. Пипец, короче. Все поломано, все разломано. Все.